Галя Девчонки, что это? Наверное, забыли, что не верим в чудеса По небу плыли мы не ведомо куда И растворились мы, наверное, в облаках Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса Нам, наверное, что-то снится Хоть я не отъел, но я хочу быть с тобой И ты тоже не отъел, но все равно будешь мой Но я не знаю, сколько буду в пути Я обещаю, обещаю найти Я обещаю, обещаю найти Я найду тебя Каль, может быть, аллергия? Ты вчера ничего не ела? Нет. Ты же сказала, что твой крем подействовать должен Я должна стать красавицей При чем тут я? Каль, успокойся. Жан, дай, пожалуйста, тональный крем и пудру Попробуем ее замазать Тональный крем не поможет Здесь должно пройти дней пять, как минимум Почему дней пять? Откуда ты знаешь? Просто так к слову пришлось Ну ладно, я пойду? Девчонки, давайте Марин, скажи честно, ты влюбилась? Да ну тебя Ну я же видела, ты с Ромкой вчера классно сводила А я тебе с самого начала говорила он то, что надо Знаешь, если честно, то Ромка меня, конечно, вчера впечатлил Как я так раньше не замечала Он, оказывается, талантливый, умный и в музыке рубит И не выпендривается Он вчера ради нас школу прогулял И вообще без него бы у нас песни не было Да, точно, а я еще не хотела, чтобы ребята нам помогали Знаешь, как Сашка с Людкой будут счастливы? Да у нас песни будут круче всех на концерте Да, слушай, а ты маму с папой предупредила? Они придут? Не, они не придут Они, как обычно, заняты Как обычно? Блин Сейчас посмотрим Галь, это автозагар Что это? Ну Жанна подсунула тебе вместо крема автозагар Теперь не сойдет на два дня или больше Галь, ну перестань Всего лишь несколько пятнышек Никто не заметит, слышишь? Как это не заметят? Мне теперь из комнаты не выйти Все надо мной будут смеяться Никто не будет над тобой смеяться, слышишь? Вставай, Галь Вставай У тебя же концерт, Галь Ну к тебе столько людей придет, слышишь? Вставай Ты не хочешь, ты хочешь Жанну порадовать? Ну тогда лежи здесь, что я тебе могу сказать Ну что ж Спасибо вам за все, за теплоту, за ласку, за прием Ух, вот не думал я, что в Москве такие приличные люди живут Ну перестаньте меня смущать Это ж моя работа Нет, не скажите, не скажите Вы, вы человек с душой Как же повезло детишкам, которые здесь живут, да Они же у вас, как у Христа за пазухой Очень я вам за них благодарен Можно я вас обниму? Спасибо вам Спасибо И вам спасибо, и за ресторан, и за культурное общение Приезжайте к нам еще Еще, говоришь? Может быть сразу у нас его дома поселим, а? Паша, почему ты на работу не пошел, а? Не пошел, рогами зацепился Какого черта он здесь делает? Ты же сказала, что он давно уехал, а? Послушайте, товарищ Тамбовский волк тебе, товарищ Так, Люба, отойди Сейчас я его жизни буду лишать Слушайте, пацаны Всю ночь не спал Не знаю я, что с этой скрипкой делать Так ты ее заверни во что-нибудь и спрячь получше Страшно А если они нас и тут вычислят? Так у нас же охрана на вахте днем и ночью Подумаешь, охранник В окно залезут и вынесут все, что надо Думаешь? Третий этаж все-таки Вань, ты что еще не понял? За такой скрипкой обычные воры не охотятся Тут профессионалы Да и мы третий этаж, плевать Сигналки у нас нет Ничего делать Родители не переживут, если что Это семейная реликвия Ну тогда давайте в милицию звонить Пускай там и разбираются Не-не-не, погоди, погоди Я знаю, что делать Так Бери свой раритет Сейчас пойдем к директору Паша, ну что ты говоришь? Что ты несешь, а? Не надо меня водить за нас Ты что не уехал? Ты что не уехал? Я сегодня уезжаю А вчера у меня не получилось Я не верю Покажи мне билет Ну, покажи А нет у меня билета Я решил на электричках На перекладных Вы что меня за дураката держите? Какие электрички, а? Паша, перестань Я сейчас в милицию позову Или Савченко Знаешь что? Знаешь что? Ты меня с Савченками своими не пугай Ну-ка пошли Куда? Пошли, говорю Я тебя сам на электричку посажу, понял? И пока не увижу, что он ехал Я не успокоюсь А с тобой я поговорю, когда вернусь Николай Павлович Нам нужно Нам нужно спрятать скрипку Придор, не понял Что спрятать? Понимаете Скрипку Она Ужасно дорогая Ребята, откуда у вас этот инструмент? Что вы натворили? Ну-ка, ну, быстро признавайтесь Ну, мы ничего не натворили А вот они хотят ее украсть Прямо в квартиру ко мне залезли Хорошо, еще мы школу прогуляли Ничего, кто залез, кто прогулял? Мы прогуляли А ко мне воры залезли, чтобы скрипку украсть Она очень много денег стоит Мне родители говорили Да, и мы хотели бы спрятать скрипку у вас Подожди Значит, это скрипка Твоих родителей, правильно? Да, но они сейчас в отъезде А воры тут как тут А вы в милицию заявляли? Нет Мы хотели ее сначала в общежитии спрятать Ну, а потом поняли, что к вам нужно идти Если в вашу квартиру залезли грабители Надо заявлять в милицию Придумали тоже Общежитие Ладно, хорошо, скрипку я возьму Спрячу в сейф Думаю, что там надежнее всего, пожалуй Только одно условие Как только вернутся родители Сразу ко мне пусть забирают Конечно, спасибо вам огромное Спасибо огромное, Николай Павлович Да, да До свидания До свидания Галя Галонька А я тебе денежка принесла Вот твоя первая зарплата Ой, батюшка Света Кто ж с тобой такое створил-то, а? Да вон соседка моя Какой-то автозагар мне подсунула Гадюка под колонной Теперь на меня все будут смотреть За что же она тебя так изуродовала-то, а? Ну потому что мне дали за нее песню петь А теперь какая я певица Я даже с комнаты выйти не могу Вот она, вот она Зависть человеческая что делать, а? Вот что, девица-красавица Давай-ка вставай Прекрати реветь Я тебе помогу Жан, Жан Ты Галя не видела? Почему ее на уроках нет? Потому что она безответственная Нужно думать, прежде чем Гале Поручать такие ответственные дела Так, ну-ка толком объясни, что с ней Чего? Я тебе тут не нанималась Сам узнаваешь, что со своей Галей И вообще, знаешь В любом случае она с таким лицом на сцену не выйдет С каким еще лицом? Слушай, ты можешь не выпендрить? Так, полегче на поворотах Остался без вокалистки, так будь добр Веди со мной себя нормально Тебе еще выступать со мной Что? Что слышал? Ты думаешь, от меня так просто отделаться? Я сегодня и со своей группой спою И с твоей Съел? Сидите, ребята, сидите Так, мы сегодня приступаем к изучению новой темы Прошу вас всех приготовиться Да Николай Павлович, извините, можно? Что такое? Проходи, садись Ну, у меня срочное объявление Ну, давай твое объявление, давай Ребят, концерт в кафе отменяется Игорь Игорь, смотри, я нашла пару вариантов Двухкомнатная квартира, недалеко от кафе Мебель вся есть Квартиру себе нашла Молодец, поздравляю Подожди, почему себе? Ну, мы же вчера с тобой договорились, что вместе будем квартиру снимать Ты забыл? Да? А на какие шиши, интересно? Как на какие? Ты у нас теперь мужчина с достатком Можешь себе позволить, слушай, я так рада Мы наконец-таки будем жить отдельно от всех Никто нам не указ Здорово Наденька, скажи мне, пожалуйста Зачем тебе это надо? Как зачем? Ну, ты же знаешь прекрасно, в какой обстановке я сейчас живу Меня завтра вообще на улицу выгонят Между прочим, из-за тебя Да что ты врёшь-то? Куда тебя выгонят? Я всё знаю Врёт и не краснеет Я только понять не могу, зачем тебе это надо всё Да потому что я люблю тебя Ну, подумаешь, я приврала немножко Ну да Но это же всё специально для себя сделано Ну, гуцольчик маленький Ну ты мне поверь, у нас всё получится Да как тебе поверить, если ты врёшь на каждом шагу Ладно, всё, хватит Мне уйти надо Потом поговорим Галерия Викторовна отказалась дать инструменты Я только что встретил в коридоре Валерию Андреевну Она сказала, что Опять эта холера, как она уже задолбала Черепанов Ещё слово и Попрошу у тебя дневник Сядь И ты садись Ещё ничего не отменяется, успокойтесь Мне надо всё выяснить Я обязательно поговорю с Валерией Андреевной И думаю, что всё разъяснится А сейчас приступаем к изучению новой темы Электромагнитная индукция Ну как ты? Я не спала всю ночь Я не понимаю, как я могла так сглупить Поздравляю тебя, Валя Твоя жена идиотка Ну, бывает И главное, ты меня предупреждал Не отдавай все деньги сразу Нет Я хуже идиотки Я самоуверенная идиотка Хватит заниматься и вот этим самобичеванием Давай лучше думать, что мы будем делать дальше А на вид Такие порядочные люди, а И опыт, и рекомендации И я не первый год общаюсь со строителями И отвели меня вокруг пальца, как девочку Я говорю, хватит уже ругаться на себя Давай лучше думать, как мы твоему олигарху будем долг отдавать А я не знаю Я думала, всю ночь это безвыходная ситуация А что нам делать? Квартиру продавать? А жить где? А Кира? Я вообще не понимаю Что я буду говорить сегодня этому Сомалевскому? Я поеду с тобой Никогда За свои глупости, Валя Я буду отвечать сама О, Калерия, прекрасно Позвольте минуту вашего внимания Да, конечно, Николай Павлович У вас ко мне какие-то вопросы? Нет, вопросов нет Просто я слышал, что вы отказываетесь давать ребятам инструменты Это так? Я отказываюсь? Да я вообще запрещаю всю эту самодеятельность Позвольте, позвольте, послушайте Это вы меня послушаете, дорогой Николай Павлович Все эти решения должны приниматься при моем непосредственном участии Я вообще кто? Замуж по музыкальной участии? Да, да, да Стоит только один раз дать слабину и все А вот, пожалуйста, недавно Юрий Аркадьевич Без моего ведома разрешил петь детям несанкционированные песни И в итоге что? Потрясающий успех, потрясающий успех Подрыв авторитета педагогов Теперь они вообще не считают нужным даже меня предупреждать И ставить в известность А что будет дальше? Дальше они будут пропускать уроки Дальше будет пьянство А потом будет дебош на территории школы Ради Бога, Галерия Викторовна Вы только не преувеличивайте Какой дебош, какое пьянство, ну что вы Ну, в общем так Николай Павлович, я зауча по музыкальной части И я заставлю себя уважать Нет, конечно, если в традициях вашей школы Неподчинение и самоправство, пожалуйста Вы прекрасно знаете, что неподчинение и самоправство Не в традициях нашей школы Мне просто кажется, что не стоит отменять концерт Вот и все Мы должны идти навстречу интересам детей И вся педагогика, понимаете? Все просто А я думаю, что в интересах детей Это учебный план и школьная программа Валерия Андреевна Валерия Андреевна Это правда то, что Набронов сказал? Да, ребят, это правда Может, Романовскому позвонить? Не надо звонить Романовскому Николай Павлович сказал, что колерия в ярости Если Романовский узнает, будет только хуже Да ты, холера, одни проблемы Нафига он нам вообще такой заводчик? Только палки в колеса может ставить Может, сточить инструменты из актуального зала? Я колерию могу нейтрализовать Всем привет! А что это вы приуныли-то? У меня для вас приятный сюрприз А у нас тоже Только неприятно Концерта не будет Это вам кто? Колерия, я сказал? В общем, в кафе все готово Инструменты я настроил, только вас не хватает Какие инструменты? А, я же совсем забыл Я купил сегодня Я что-то не понял Это что получается? В кафе есть инструменты И мы можем на них играть? Конечно, можете А колерия пусть на своих сидит Может, чего вы сидите? Слушай, круто! Это у нас теперь и помещение Есть и настоящие инструменты Из-за холеры не надо бегать Ну что стоим-то? Пошли Погнали Пойдем Куцул, это же куча денег Откуда ты их взял? Только не говори, что... Да, да, да Это деньги за песню Ну что они лежат без дела Я и подумал, ребятам польза Ты что, серьезно? Тебе совсем не жалко? И вот вы где-нибудь в этом плане видите? Подпольный концерт в каком-то кафе С боком Весь с такими песнями, а? Вы вообще знаете, что они будут петь? Нет, меня не ставили в известность Вот Ай, вас уже не ставить ни во что Я вас понял, я вас услышал Благодарю вас за то внимание, которое вы мне уделили А теперь позвольте мне на урок пора Я возьму журнальчик Пожалуйста Спасибо Пожалуйста, пожалуйста Алло Здравствуйте, это мама Вани Черепанова? Да, очень приятно Это Калерия Викторовна Я зауч по музыкальной части Школы, в которой учится ваш сын Да нет, 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 чтобы ничего не случилось Все хорошо Да, конечно, конечно, можете прийти Да в любой момент Да хоть сегодня Хорошо Да, я очень рада буду с вами познакомиться Хорошо Жду Александр Филиппович Бога ради, извините Я думала, что мы встретимся у вас дома Поэтому не рассчитала время и опоздала Здравствуйте А я вот решил совместить приятное с полезным Тем более, что нормально сейчас перекусить Абсолютно некогда Так что вы присаживайтесь Мне нужно сказать вам одну вещь Успеете Располагайтесь, присаживайтесь Закажите себе что-нибудь Вечно вы на ногах, вечно вы в бегах А нам с вами даже о ремонте поговорить некогда После того, как вы узнаете, что я вам хочу сказать Вы не захотите меня кормить Вы не захотите меня убить Ох, какие ужасные фантазии Кто же вас так напугал? Давайте попробую угадать Вас беспокоят строители, которые забежали с моими деньгами, верно? В точку Я в курсе всей ситуации Поэтому я нашу встречу перенес сюда, в ресторан Садитесь Я думаю, что вам нужно выпить Слушайте, а путь сил этот крутой мужик В скалере его дар хватит А может он нам и потом разрешит на инструменты играть Не только на концерте Ребята, я все удивляюсь Он же работает барменом Откуда у него столько денег? Почему он нам помог? Да почему сразу нам? Может быть он для кафе старается Но он же не хозяин Зачем ему это все? Ой, вам-то какая разница? Где деньги взял? Зачем? Главное концерт состоится? А ты чего радуешься? Может Галя еще придет? Сделал Галя сердцу радость Галя не придет А я спою две песни Добрый день, класс Занимайте свои места Садитесь Начнем урок Ярослав Николаевич Извините, засадитесь Буквально на пару минут Мне нужно рабочим показать помещение Я думаю, у нас еще летом Сделали ремонт Ну да, сейчас будет только косметический Вот, посмотрите Посмотрите, какие трещины Вот в таких условиях Хочется наши дети Но это же недопустимо Правда? Да, да Это да Без ремонта не обойтись Я думала, что вы у меня даже с лошадной захотите Попробуйте вину Ну как? Скажите, неплохо, правда Ну а теперь давайте поговорим с вами Я в курсе вашей финансовой ситуации Что у вас есть в квартире? Мои специалисты оценили ее Этого будет очень мало Ваш специалист? Да Что у вас есть еще? Муж? Его мы тоже проверили Он зарабатывает копейки Проверили? Да Увы, Дина Игоревна Он, к сожалению, как это говорят Мелкая сошка Войны тайны ему никто не доверит Так что родину продать ему не удастся И увы, он не гений науки Так что мозгами ему тоже не заработать Я обещаю, я что-нибудь придумаю Я могу отработать А как вы себе это представляете? Станете у гастарбайтеров хлеб отнимать? Я же вас не для того нанимал, правильно? Тем более, что золотых гор вам там тоже никто не обещал Это мне сто лет ждать придется Александр Федорович Я вас умоляю Ну, мы что-нибудь придумаем Мы же можем как-то решить ситуацию Я уже все решил Думал, думал, что с вами делать И решил Если трещины глубокие Тогда нужно будет зачистка, шпаклевка, грунтовка, побелка Вам сметка когда? Ну, мы попозже это обсудим А сейчас, пожалуй, пойдем, чтобы ребятам не мешать Ой, господи ты боже мой, я же совершенно забыла Я же забыла вас представить Ванечка, встань, пожалуйста Ваня, вставай Вставай Ребята, познакомьтесь, пожалуйста Это папа Вани Черепанова Нашего Вани? Да, совершенно верно, нашего Вани Прекрасные родители у нашего Вани Они согласились помочь нашей школе с ремонтом Да, вот так, садись Садись Все, мы не будем вам больше мешать Мирослав Николаевич, занимайтесь Занимайтесь До свидания Спасибо Вань Ваня Это правда Вань? Ваня О, Волось Ты дома? А чего так рано? Я не поехал на конференцию А что случилось? Нет, ничего не случилось А ты почему так рано? Ты же сказала, что у тебя встреча в редакции Да, я попросила перенести на завтра сегодня же концерт у девочек Вот, я решил, что пора вспомнить о родительском долге Мы девчонок совсем забросили Подожди, ты тоже пойдешь? Это же замечательно Ты представляешь, как они обрадуются? Ну да Они первый раз вдвоем на сцене Ну как я мог это пропустить? Володька, ты самый лучший отец на свете Пять минут и я буду готова Пять минут! Да, хорошо Я решил простить вас Простите что? А простите и тот Ну как это говорят Забыть обо всем Выбросить все из головы Извинить вас Давайте договоримся с вами так Никаких денег я вам не давал А вы у меня ничего не брали Давайте мы с вами начнем все с нуля Ну зачем вы приехали? Мам, ты же больно была Тебя врачи сказали сбежать дома Ну как тут пляжишка для удачи такая? Сколько мы с отцом хотели твою школу посмотреть? Ну, почти два месяца в Москве А сына родного навестить не можем А какая у вас завуч хорошая Такая, такая внимательная, такая заботливая Толь Да, да, да Правда я говорю? Замечательный человек Это точно все заметит А что она тебе потолки показывает? А у вас ремонт будет Она хочет своих пригласить, чтобы не воровали Как узнала, что мы сейчас рядом работаем Сразу обрадовалась Догадываюсь А что ж ты, милый человек, нам столько времени лапшу на уши вешал Никто вам посещение не запрещает? Да, это раньше нельзя было Сейчас можно Ну, Вань-то, а Вот сказочник Ведь все пешит с своими послами родителей Склана сочиняет Я до сих пор не могу поверить, что он все выдумал А я вот не понимаю, зачем он нам наврал? Что тут непонятного? Родители-маляры, больно много чести Тут уж по заграницам точно не разъездят Лужанка, язык у тебя без костей Серьезно, я просто врать не нужно А ты всегда правду говоришь Достали уже, а Пойдемте на репетицию Мне еще с двумя группами петь А Галка так и не пришла? Да нету, вашей Галя Успокойтесь уже Чего ж вы не предупредили, что она вам позвонила? Я бы вас встретил хотя бы Ваша зауча сказала, что это сюрприз приятный такой Вы, говорит, Ваньке не сообщайте А то обрадоваться не успеет Сынок, а ты, я вижу, за правду нам мир Да нет, что вы Я рад просто так Неожиданно Давайте вам хотим Спортзал, что ли, покажу? Да Ой Здрасте 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 Ваня, может быть, ты представишь меня своим родителям? Да, это Валентина Николаевна и Анатолий Федорович А это Арина, моя одноклассница Очень приятно Вообще здорово, что вы приехали Ванька о вас очень много всего рассказывал И Ванька такой хороший И так классно с ней вместе учиться Но на самом деле я хотела вас пригласить на концерт Привет, ребят О, Галка Привет, ты куда пропала? Потом расскажем Слушай, как классно Вообще ничего не видно Ты что, в салон ходила? Ага В наш местный, у тети Лиды называется Представляешь, такая хорошая женщина Что-то у себя там намешала в каворке И помогла Я уж не знаю, что там тебе помогло Но ты, Жанка, видимо, опять неудел Пойдемте репетировать Пока Пока Ну что, спасибо за приглашение Мы тоже очень рады, что у нашего сына Такие замечательные одноклассники Настоящие товарищи Сырок, ну, мы тебя ждем Ага Ага А, да, вы До свидания Очень приятно До встречи До свидания Арина, прости, пожалуйста Очень неловко Да ничего Ребята все поняли Они не обижаются Правда? Да Ну, я просто так с дуру сболтал И пошло-поехало Оправдываться Поздно было Да ладно Никто тебя не осуждает И не переживай Мы, вон, смотри На тебя столько времени обманывали А ты нас выручил Все, забыли Давай, пошли на концерт Родителей зови Давай, давай Да Можно? Ты чего хотела, Ребаконева? А, я хотела спросить Вы пойдете на концерт? На какой концерт? Я, кажется, все отменила Если тебя прислали меня уговаривать Ты просто зря тратишь время Все, инструменты я вам не дам И разговор закончен Вы не в курсе, да? Просто понимаете, концерт состоится Там без вашего участия обошлись Не поняла Ну, что непонятного? Теперь в кафе свои инструменты Вы им больше не нужны И по какой-нибудь Я попросила бы тебя Вы бы лучше заперли их по комнатам Потому что без полного состава Они бы не играли Теперь у них настоящий концерт Ну, ничего, можешь быть Уверена Им это с рук не сойдет Они просто еще не поняли С кем они связались А Ваняных родителей Вы специально пригласили? В каком смысле? Ну, это же ясно Как день, что вы просто хотели Черепанова позорящим выставить Но эта идея провалилась, понимаете? Ну, от этого я точно не хотела А, да? Ну, тогда хорошо Потому что никто Ему не сердится И все ему сочувствуют Все такие добренькие Прямо противно Вот так, да? Александр Филиппович, я... Я просто не знаю, как вас благодарить Наверное, таких людей, как вы В мире просто не существует Дина Игоревна, мои достоинства В преувеличении не нуждаются Я клянусь вам Я буду день и ночь Заниматься вашим домом Я не буду ни есть, ни спать Я буду только работать Ну, и на кого вы станете похожи? На загнанную лошадь? Меня это не устраивает Александр Филиппович, Вы так добры по мне Ну, доброта здесь ни при чем Это исключительно бизнес Я покупаю творчество А для этого что нужно? Свобода, время и впечатление Так что бросьте все ваши глупости И работайте, как нормальный человек Ну, как скажете Я готова начать работать завтра Да нет, прямо сегодня Дина Игоревна, к сожалению Возникла еще одна проблема Помимо денег А ты Почему не с ними? Ты решила проявить сознательность? Понимаете, я единственный профессионал В этом коллективе Я лучше всех пою Я слежу за своим имиджем Понятное дело, что мне все завидуют Сначала просто травили А теперь вообще решили из группы выгнать Я тебя очень хорошо понимаю Ничтожество не всегда пытаются Задавить настоящий талант Спасибо Знаете, мне сейчас так плохо Я думаю, может мне из школы вообще уйти Да ты что, с ума сошла? Да ты что, ни в коем случае Я понимаю, ты в такой ситуации Чувствуешь себя белой вороной Но если мы с тобой объединимся Тебя же никто не сможет обидеть Да? Конечно Вы накажете их, меня вернут в группу? Ну, даже не сомневайся Я им такое устрою Ну, только Я думаю, не стоит Афишировать наши отношения Конечно Мне же просто загнобят Вот именно Ну, хорошо Ты иди отдыхай А я с этим разберусь Я все решу Спасибо вам большое за поддержку Калерия Викторовна Может на меня всегда рассчитывать Спасибо вам большое Ну, иди Иди, занимайся Спасибо Занимайся Судя по тем эскизам Которые вы мне предложили Я сделал неутешительный вид Думаю, что вы недостаточно поняли Что я от вас хочу А почему раньше не сказали? У меня совершенно нет времени В отличие от творческих людей А, ну да, конечно, извините Мне необходима именно точная копия Моего дома в Италии Я имею в виду Внутренние помещения Это возможно? Да, конечно Дело в том, что я делала свои эскизы По фотографиям Ну, я не знаю Неужели мне это ничего общего Ну, понимаете Я не специалист в области дизайна И думаю, что снимки Не могут передать всю суть Творческого замысла Ну, да, конечно Но я просто не понимаю, что делать Ну, например Увидеть все собственными глазами Ну, что, ребят Вот Вау! Это те самые инструменты А можно? Ну, конечно, можно А как ты на них еще играть-то будешь? Чего себе А нам тоже можно, да? Конечно Разбирайтесь, ребят Идите, смотрите Настройки проверьте заодно Гуцул, знаешь, кого ты мне напоминаешь? Деда Мороза Да ладно Ты что? Ты посмотри Они как с голодного края Им что, в школе вообще инструменты не дают? Калерия Этим все сказано А ты думаешь Чего они тебе все так благодарны? Ой, ты брось ты Мне самому весело А я думаю Куда Гуцул пропал? Когда увидел тебя с Натикой Я думала Что у тебя совсем крыша потекла Ну, ты знаешь На самом деле так и было Если бы не твой папа А ему спасибо За то, что мозги мне вправил Он на меня как посмотрел Я сразу все понял Да, папа может Да Короче, я понял, что Надо делом заниматься А не на всяких дур продажных Время свое тратить Слушай, Лев Пойдем я тебя чем-нибудь угощу Так Я сказала, что я буду петь в этой группе И вы не сможете мне запретить Я просто возьму и выйду на сцену Что вы сделаете? Ничего Просто мы не выйдем Вы не имеете на это никакого права Я Вы мне все здесь завидуете Вот и все Шла бы ты по-хорошему Не мешай нам репетировать Вы просто Да пошли вы все Алло Света Ты что, издеваешься надо мной, что ли? Что случилось? Ты почему к телефону не подходишь? Валя, сядь Так Что случилось? Ты не поверишь Но я еду в Италию Диночка, ты Ты с ума сошла? Представляешь? Я увижу архитектуру моей мечты Я ждала этого всю жизнь Диночка Ты мне Ты мне расскажи все по порядку, хорошо? Давай Значит так Он хочет Чтобы я посмотрела его дом в Италии И это правильно Он такой замечательный, Валя Подожди, подожди Кто он? Кто замечательный дом? Все гениальное просто Конечно Фотографии Не могут полностью передать фактуру Понимаешь? Я все должна увидеть своими глазами И габелины И типа что Так, хватит Стоп, стоп, стоп Хватит Про габелины я понял Хватит Ты мне скажи Ты что, рехнулась, что ли? Что ж ты мне сразу-то не сказала, а? Все, хорошо Стой там на месте Никуда не уходи Все, я сейчас подойду Хорошо, давай Так, Миша, подожди Ты куда? Ну Там ко мне При... В общем Мне нужно уезжать Все, нет? Выдохни, Миша И объясни все по-человечески Ко мне приехала Света Это, ну, как бы, ну, моя невеста Серьезно? И что, ты хочешь пойти ее встречать? А как же концерт? Валерия Андреевна Вы меня извините, пожалуйста Но девушка для меня важнее всякого концерта Все, мне нужно идти извините Извините У меня вот такое предложение Михаил, может, я встречу вашу девушку? А, Виктор Львович, ну, вы, ну, конечно Ну, вы же не поедете А почему нет? Я с удовольствием По душу, свежим воздухом А ты давай Выступай Представляете Ваша Любимая девушка Входит И видит Вас На сцене Виктор Львович, спасибо Хорошо, хорошо Хорошо, вот Возьмите, пожалуйста, фотографию Ну, только не потеряйте, пожалуйста Хорошо, она у меня одна Единственная И запишите номер на всякий случай Да Она на Казанском вокзале Вот прямо у главных ворот стоит Валь, ну, какой ты тугадум, а? Господи Соболевский хочет Здесь, в России Построить точно такой же дом Как у него в Италии А для этого нужно что? А для этого нужно, чтобы дизайнер Все увидел Своими глазами Подожди, подожди Это он, значит, тебя отправляет в Италию? Это такой новомодный способ Вышибать долги, что ли? Валь, ты не понял Он нам все простил Он нам простил Вот эту астрономическую сумму Ты просто его не знаешь Это потрясающий Это благороднейший человек Понимаешь? Значит так Вот что я тебе скажу Ни в какую Италию Ты не поедешь Я просто хожу Просто гуляю Смотрю на луну до утра И только в те дни Я забываю Обиды прочные навсегда Радусь вечно хорошей погоде Теплые дни Сегодня в моде Лето Где-то Хорошо Лето Ходит Под луной Знать бы Сядь бы Целиком Лето Вечно Пусть со мной Молосик Я счастлива Хорошо, что мы с тобой сегодня пришли сюда Ты знаешь, я ими горжусь Они нас не подвели Так Извините, а вы тоже родители, да? А который ваш? Наши девочки Двойняшки Аришка и Марина Ариша Ваша дочь Я так счастлива С вами познакомиться У вас прекрасная дочь Представляете Пригласила нас с мужем На концерт сегодня А вы что, знаете нашу дочь? Конечно Они же дружат с нашим сыном Мы считаем, что ему повезло Классно ребята играют, да? Ничего особенного Детский сад какой-то Ты так говоришь, потому что сама никогда не играла А я вот смотрю на них И сразу хочется стариной тряхнуть Год случить от меня надо Ничего Просто разговаривай По-моему, ты хочешь извиниться И я тебя не прощаю Интересно, и в чем ты и провинился? А кто отказался со мной квартиру снимать, а? А значит, как в жилетку поплакаться, Наденька? Как ночь со мной провести? Пожалуйста А как проблемы, так разбирайся сама Пять двадцать пять Наденька, ты такая смешная Твои обиды, они все белыми нитками сшиты Ты же жить со мной хотела, потому что у меня деньги были Как ты можешь так говорить? Мы девушки из провинции честные и бескорыстные Особенно ты, Наденька Как я инструменты купил, ты сразу поняла, что с меня взять больше нечего Но тебе какой прок от этих инструментов? Все равно не поймешь Лишний раз убеждаюсь, что люди не меняются Ладно, Наденька, иди работай Тихо, 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 сейчас наш будет выступать Вон он Смотрите Ну вот этот высокий, с гитарой Не, наш Ванька, он улыбается Нам машет, видите? Да Вы не ошиблись? Что, не похож? Конечно, не часто в семье простых маляров такой талантище родится Говорю вам, музыкант будет на весь мир знаменит Простите, я не расслышал В семье маляров? Маляров Тише, тише, подождите, начинай Тише, тише Ага До утра идут дожди Мы одни сидим в тиши В этом городе В воскресенье Не гулять и ничего Как-то грустно и смешно Не истерика Просто весело Ведь со мной мои друзья Кот Андрей, снежок и я Непогода нас Не волнует сейчас Есть же вещи поважней Просто вместе веселей Звуки музыки Только свет не угас Как же не важно Что будет завтра Дождь или снег Мы будем вместе Дружба, без вести Дома устроим ночлег Как же не важно Что будет завтра Дождь или снег Мы будем вместе Мы будем вместе Наверное Люди ходят под зонтом Скоро вечер, а потом Станет холодно Срочно по домам Непогода тоже в кайф Дома мы с друзьями лайф Что-нибудь споем И сыграем с соседям Лучше быть одним из тех Кто в друзьях нашел успех Есть доверие И всегда совет Наверяй нам, проверяй И внимание уделяй Напиши уже Своей жизни сюжет Как же не важно Что будет завтра Дождь или снег Мы будем вместе Дружба, без вести Дома устроим ночлег Как же не важно Что будет завтра Дождь или снег Мы будем вместе Валя, что ты выдумываешь, а? Ты радоваться должен, что все обошлось Мы с тобой просто везунчики Какая же ты наивная Но почему же ты меня никогда не слушаешь-то? Я тебя слушаю Просто в данный момент ты не прав Ну, значит, ты кому больше доверяешь Своему олигарху или мне? Говори глупости Человек пошел нам навстречу А ты на него наговариваешь, а? Ну, какая же ты наивная, а? Ну, он же привезет тебя в Италию Отберет документы И все, ты будешь отрабатывать долг Ты что, с ума сошел? Я вообще еду одна Он остается в Москве Да ты просто вверх наивности Ты что, думаешь, у него в Италии нету своих людей? Так, все, хватит Это смешно, наконец Ты знаешь, а мне не смешно Мне не смешно, потому что ты моя жена Потому что ты мать моего ребенка Ты про Кирку вообще думаешь или нет? Я сейчас поеду к этому твоему олигарху И ему все скажу, что я думаю по этому поводу Валя, прекрати Ты прекрасно знаешь, что сейчас он хозяин ситуации Это я ему должна деньги А не наоборот Поэтому он и диктует условия Я не позволю, чтобы мне кто-нибудь диктовал условия И если он скажет прыгать, то я буду прыгать А если он скажет поехать в Италию, я поеду в Италию Значит так, ни в какую Италию ты не поедешь Нет, поеду Не поедешь Мам, баба, можно ребят к нам в гости позвать? Пожалуйста, так не хочется расходиться Ты знаешь что, я думаю, что это нужно будет перенести Потому что я устал на работе И потом мама себя не очень хорошо чувствует Ну папочка, ну пожалуйста, ну пожалуйста Мы первый раз выступали с Ариной на сцене Ну пожалуйста, ну такой праздник Давайте отметим Девочки, на сегодня впечатлений достаточно И Ваню родители ждут Так что поехали домой, пообщайтесь позже Домой, домой Ну давайте хотя бы послушать песню Домой Галечка, спасибо тебе большое Да, Галь, круто отработали Согласитесь, она лучше Жанки пела А потому что репетиции не пропускал В этом дело Галя, у тебя голос вообще волшебный Мы с тобой всех порвем И вообще, приходи к нам на постоянную группу, а? Спасибо, ребят Ну, только мне так Жанку жалко Ну ты нашла, кого жалеть Она тебе что, мало гадости сделала, что ли? Ну я просто посмотрела сегодня на нее И сразу простила Она такая одинокая, грустная Да сама виновата Ну, ребят, ну она же все это за Мишу сделала А он взял и с девчонкой своей уехал Я сказала, не пущу Вам что здесь, проходной двор? Пусть в гостиницу идет А почему это в гостиницу? Значит, Сашиному папе можно А моей девушке нельзя? Ты мне еще указывать будешь? Родители это святое Я обязана их поселить А девок водить не позволю Так, а я вам не позволю так выражаться Понятно? Света почти моя невеста А у тебя в паспорте она прописана? М? Нет? Так и разговаривать не о чем Так, иди к себе в комнату, быстро Да еще чего, значит я тоже уйду сейчас Никуда ты не пойдешь Ты ученик, я за тебя отвечаю Девушка с чемоданом, покиньте помещение И руки, руки убереги, Николай Павлович Такой замечательный вещь Гуцил, спасибо тебе огромное Ты перестань, я-то при чем? Ребят своих благодарит Да без тебя ничего бы не было Ни концерта, ни впечатлений, ни радости Лер, да ладно тебе, а Ты тоже молодцом держалась Смотри, я же видел, как все волновались А ты нашла, кому какое нужное слово сказать Да я просто ранее так вспоминала Как мы начинали Все такие смешные были Лерка, я тебе так завидую А ты каждый день рядом с музыкой, творчеством, драйвом Так, смотрю, в твоих глазах появилась какая-то мечтательность Ну, ты знаешь, на одной мечтательности далеко не уедешь Надо действовать конкретно Так, колись Я же вижу, ты что-то задумал Я не знаю, Лер, это, наверное, бред какой-то Ну давай, давай Ну ты же знаешь, я могила В общем, я посмотрел сегодня ваш концерт Он офигительный, понимаешь, я понял, что мне по-настоящему в жизни нужно В общем, надо собирать свою группу Круто! Тем более инструменты у тебя уже есть Да Только я пока не знаю, что да как Да ерунда, у тебя все получится Не всю же дорогу за стойкой стоять Директор вас Алло, Николай Павлович, да Это... Да Николай Павлович, да какая она ему родственница Это же девка его В смысле девушка? Да, конечно Николай Павлович, ты как... Я... Так что мне делать? Я не по... Хорошо, Николай Павлович, я поняла Директор разрешил На одну ночь пущу так и быть Но смотрите у меня Сейчас ты в гостевую И оттуда, чтоб носу не показывала Увижу, что будешь шастать Мигом у меня вылетишь А можно нам? Конечно можно Нельзя И смотрите у меня Увижу, что шарите Обоек выгоню А ты дома? А мы думаем, куда она делась? Ну чего ты молчишь? Ты про концерт не хочешь спросить? Нет А зря Мы так здорово сегодня отыграли Нам даже стоя аплодировали Серьезно? Вообще-то к Мише приехала его девка Если ты не знаешь И ему на тебя далеко наплевать А мы знаем, видели Видели? Ну и что? Наверняка какая-нибудь серая мышь? Я не понимаю, как он мог ее выбрать? Любовь зла Какая любовь? Она его старше как минимум лет на сто И вы увидите, здесь дело не чисто Она наверняка его приворожила Девочки, если человек начал врать Он уже не остановится Ясно? Пап, ну я же объясняю, он нечаянно Но у него было время, чтобы восстановить правду Ну ему было стыдно Ему стыдно было Когда он узнал про ваш обман Он мог же сознаться в своем И вы бы его простили? Мы и сейчас его простили Послушайте, ваш Ваня патологически врум А это значит, что он будет продолжать врать И в том числе тебе, Арина Девочки, я с папой согласна Но вы поймите, он стыдится своих родителей А значит, он плохой сын И как следствие плохой друг В общем так Мы с мамой решили Чтобы вы прекратили с Ваней всякое общение И тебя это касается В первую очередь Ну, пап Все, я все сказал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА